они помогают им они кипятят могут прокипятить эту воду прогреться армейский душ значит это пенная губка и полотенце сухое то есть вот налили воду вот образуется пена в этом же пакетике дается вот такая сухая салфетка с помощью которой он этой салфеткой вытирается вот мы подготовили сушки это сушки специально для маминого борща наши ребятки очень любят борщи солянки сушить тут капусту картофель все необходимые ингредиенты также пока паковать специально в одноразовые пакетики вакуумировать их и отправлять на фронт ребятам вот копная свеча которую мы изготавливаем собственноручно собираем у населения банки у нас есть даже день понедельника я лично езжу по городу и собираю у людей неравнодушных банки которые заранее звонят мне и говорят куда мне подъехать что сюда входит банка сама непосредственно изготовлена из парафина и картона ну в парафин добавляется еще стеарин для долгого горения свечи изготавливаются свечи вот здесь на кухне вот сейчас на данный момент на паровой бане значит так топится парафин готовятся заготовки из жестибанки сейчас я вам покажу значит можно просто не подготовила вот готовится вот такие баночки закладывается вот такие квадратики из трех штук в виде снежинки сжимаются вот один ставится горизонтально и два квадратика сжимаются и получается у нас снежинка вот это фитиль это служит в виде фитиля затем можно положить брикеты вот у нас есть брикеты мы используем это для длительного горения в основном эти свечи используются в печках буржуйках то есть для освещения подойдут и без брикетов затем с помощью полковника наливаем заливаем вот вот сейчас буквально минут за десять я залила она еще не застыла вот буквально за 30 минут залились свечи они остывают как только остынут свечи они приобретут вот такой белый цвет ну можно уже готовить на транспортировку вот у нас есть уже собранные коробочки мы их передадим непосредственно и волонтерским группам и я сама лично езжу навещаю сына жду чтобы он при приехал с передовой и я обязательно с ним встречусь и отвезу я уже возила ему свечи они благодарили нас очень хорошее дело то есть если дрова например мокрые они живут в лесу в палатках тяжело конечно с топливом ну вот они используют дрова свеча очень хорошо их просушивает и дает возможность отопиться отопить и блиндаж и окоп и палатку где они живут вот можно да можно и приготовить она ее можно использовать ноги во многих случаях то есть и готовить можно разогревать и греть ручки и даже вплоть до того что повороты этой свечой показывать чтобы не заблудиться в лесу потому что там ребята не особо знают местность вот и поэтому свеча помогает им вот если есть желание у людей с удовольствием отвечу на все вопросы расскажу как ее делать пожалуйста делайте это на сегодняшний день актуальная тема и очень полезно любая волонтерская группа которая непосредственно возит гуманитарку на передовую примет с руками и с ногами с удовольствием мне помогают неравнодушные мамочки значит дзюдо тайм куда ходит мой сын занимается дзюдо директор александр ильич спасибо ему огромное неравнодушный человек он не помогает но не мне нам всем помогает с парафином приобретает его за свой счет также помогают родители которые ходят на дзюдо тайм дети которых ходят на дзюдо тайм вот пожалуйста один из них мальчик егор мой сын руслан вот помогают оклеивать баночки иногда сортировать их ну каждый по чуть-чуть помогает катерина молодец она всегда приходит на помощь много у меня знакомых неравнодушных которые бы с удовольствием но хотели бы помочь но дело в том что не так много у нас парафина этого ну чтобы и помещение не сильно большое чтобы собирать вот большое количество народу так по чуть-чуть по ну уже сделали 200 свечей на передовую отправили 70 уже так что отзывы есть будем дальше продолжать слава богу господи легок на помине я не слышу что сынок ты мне не дозвонишь 19 сентября пришла повестка прошлого года пришла повестка нам о том что нужно срочно явиться военкомат после семилетнего как говорится отсутствие информации вообще после армии прошло семь лет и вот пришла повестка он как добросовестный патриот нашего города очень любит наш город свой город он в нем родился он учился он живет и не собирается никуда уезжать и сказал что будет защищать его до последнего давать возможность чтобы всем нам было мирное небо и никого постарается не пропустить за пределы нашей ростовской области чтобы тут что-то наделали вот с 21 января их отправили вот горячую точку где нет связи тяжело и и вообще поймать ну можно сказать что сейчас связь вот за четыре дня вот первый раз он мне позвонил ну слава богу что позвонил слава богу с божьей помощью люди молятся за него добрые вот я надеюсь что все будет хорошо и мы еще отпразднуем победу хотя у меня постоянно он у меня оптимист постоянно меня подбадривает говорит победа будет за нами ну дай бог как у вас появилась идея вот свечи идея появилась я попала место где они находились из разговора ну не только моего ребенка но и многих военных я слышала что бывают моменты когда нет воды что мы пьем воду из речки ну да есть у нас там пакетики дезинфицирую но болят желудки ну первая мысль пришла во времена в великой отечественной войны делали такие окопные свечи вот пришлось вспомнить то время и начать самой они помогают им они кипятят могут прокипятить эту воду прогреться все благодарят даже вот на новый год сын учится в девятой школе нашей вот и дети написали письма солдатам и мы вложили сделали на всю роту сделали подарки их там в роте 30 человек в медицинской вот они мне прислали блага в знак благодарности за подарки букет роз и вот открытку которая стоит у меня на фортепиано я ее берегу там написано прямо от кого это было очень приятно и неожиданно я бы хотела чтобы те люди которые не верят что за 100 километров от нас идет война поверили и помогали тем неравнодушным которые собирают для наших воинов какие-то вкусняшки делают маскировочные сети все это необходимо делать с помощью рук которых иногда порой не хватает хотелось бы чтобы люди соединились воссоединились и помогали друг другу потому что в это время только сплочение нас и дружба поможет нам выйти из данной ситуации проходят дни летят за ними ночи в пустынном доме мать седая у окна сидит и не смыкая очи с военной операции ждет возвращение сынка уж скоро год как сын ее на фронте боец он защищает родину свою и верит что вот-вот на горизонте покажется победа в их бою бессонными ночами у окошко то мама вяжет теплые носки мурлычет рядом с нею кошка спасает маму от тоски на утро мама первым делом храм боже с позаранку заглянет зажжет свечу помолится чуть сдрогнув телом там на передовой сынок ее молитвы ждет молитва мамы вовремя поспела спасла при штурме бравого бойца и снайперская пуля пролетела буквально в миллиметре от лица солдат тот день со своим взводом успешно по приказу точку взял ведь где-то там под небосводом архангел михаил ребят оберегал в молитве мамы есть большая сила она от страшных бед дитя убережет чтоб смерть от сына напрочь отступила мамуля свечку храме у иконы подожжет